Приветствую вас! Здравствуйте, дорогие участники и посетители Петербургского книжного салона! Раз вы пришли, значит читайте книги! И вы надеете, что вы нас знаете! Дорогие мои ведущие, обычно красивые, туда-сюда и с местными! Но Петербург, как вы знаете, город Ассоль, поэтому и ведущий на нашем сегодняшнем празднике тоже Ассоль. Я с удовольствием приветствую и представляю вам мою коллегу. В качестве ведущей сегодня самая известная старуха русской литературы Алена Ивановна, старуха-поцельщица. 150 лет назад случилась нейроническая история, но отказаться от участия в Петербургском книжном салоне она не смогла. Алена Ивановна! Дай ведущих, дайте, 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 дайте про ведущих. Ведущий, не красавец, подкольник, профессорист. Роман еще есть такой, кто-то, что, Дмитрий Миталович. Знаете, объясните, подкольник. Вот он с полицейского злой, неповлекательный человек, нитерин, обидчик, как хорошее хорошее. И каждый согласится, как с этого года работал на улице, а для него четко уже дед лучше. Да, алена Ивановна, просто на этих слов я даже не знаю, как продолжать. Но, тем не менее, мы продолжаем. Сегодня вас ждет удивительное шоу. В качестве кутюрье выступает сам Федор Михайлович Настоевский. Поприветствую, маэстро! И солнце, обратите внимание, сразу выглянуло с появлением этого великого литератора на наших фотосбеках. Но это моментальное выявление, поскольку в конце вашего жилого непременно. Поприветствую вас всех еще раз, и за значительно более внушим. Варимарка в солнце за костюм героев, который представлен сейчас перед вами нашим фондом показе. В конце остается обязательно, кто приветствует вас. А сейчас мы начинаем! Роман Бедный Люди, Макар Девушки. Макар Девушки, первый герой Федора Михайловича, работает переписчиком в конселярии, очень аккуратно переписывает. Да когда мы шли, как сделают типичного историанного заведника, платье со старином, умницы болтаются на нитке. Главная черта этой примерки – мескопность. Макар Девушки, парень, кричаловек. Роман Бедный Люди, Макар Девушки. Костюмы не запачивайте. Они же только что от Портнова, Девушки, аккуратнее. Яков Семеночка Ляркин, старший и младший. Войди! Девушки, цок. Князь Кам. Князь Кам совершенно комический персонаж. Ничего не старин, а оказывается, что вот-вот развалится. Мин – аристограф, мол, абсолютно впал в детство. Здесь заставлено с каких-то кусочков. Нотят пари, кусы, фокемарки даже в пари, перец и гумя, свечи, кем. Ходит в корсети и хавает на левую ногу. Эта нога у него поддельная, правый пласть и глядый. И зубы, обратите внимание, недостающие. Но отец совершенно побудет. Князь Кам.